Сегодня от клещей обрабатывали скверы Мичурина. Неотложные меры предусмотрены для всех общественных пространств, скверов, парков, набережных, а также крупных транспортных развязок и разделительных лозонов. Из-за раннего потепления эта работа в Самаре началась раньше обычного. Жители такому повороту событий рады и полностью поддерживают усилия городских властей. То, что обрабатывать нужно обязательно, конечно. Потому что здесь гуляют постоянно с детьми. Здесь два садика рядом. Обязательно надо. Да и просто пожилые гуляют здесь. Спортсмены бегают. Обработка всегда проходит в несколько этапов. Эти работы стали составляющей планы городского месячника по благоустройству. Сначала территория очищается от прошлогодней листвы, мусора и сезонных накоплений. Это нужно не только для того, чтобы навести чистоту и придать участку ухоженный вид, но и чтобы избавиться от той среды, которая была благоприятна для зимовки клещей и укрытия мышей. После уборки специалисты организуют мониторинг. В ходе обследования определяют, есть ли врезители на конкретной территории. В рамках месячника по благоустройству сквер Мичурина уже привели в порядок. Сегодня дезинсекторы приступили к обработке территории. Подрядчик, с которым департаментом городского хозяйства и экологии заключен муниципальный контракт, имеет опыт проведения таких работ не только в Самаре, но и в других регионах страны. Все используемые препараты сертифицированы. Средства, которые предназначаются для уничтожения клещей и всех вредных членистоногих, средства контактного действия. То есть при контакте, ну, к примеру, будем обрабатывать, на вас попадет препарат, тогда может быть вредным. Если соблюдать правила, средства не будут представлять особой опасности для людей и животных. На время работы территорию, которая подлежит обработке, огораживают сигнальной лентой, размещают предупреждающие объявления. Посещать места, где проводились такие работы, рекомендуется только спустя три часа. К сегодняшнему дню обработка также состоялась на вертолетной площадке, в сквере по улице Сергея Лозо, в скверах у площади имени Куйбышева, в сквере Высоцкого и на других общественных территориях. В ближайшие дни подрядная организация планирует охватить работами транспортной развязки в Кировском и промышленном районах. Параллельно на общественных территориях проводят обработку от грызунов. Для них раскладывают приманки, специальные гранулы, брикеты, зерно. Общая площадь обработки от мышевидных грызунов практически 300 гектаров. В настоящее время уже полностью обработаны все городские парки и набережная и порядка 60% городских скверов. Работы по аккорицидной обработке на территории парков и набережной будут начаты с 24 апреля и будут завершены где-то до конца апреля. И работы по аккорицидной обработке скверов также уже ведутся. Обработано почти 37% скверов. Площадь территорий, на которых согласно муниципальному контракту ликвидируют клещей, составляет 215 гектаров. А в конце мая-начале июня начнется обработка комаров. Профилактические меры предпринимаются, чтобы предотвратить распространение заболеваний, которые разносят клещи и грызуны, малярию, энцефалит и геморрагическую лихорадку. Александра Гусьева, Николай Епифанов. События.